В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин, сообщает в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. С 8 до 20 часов самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу улицы Мира 6. Также товары местных сельскохозяйственных производителей можно приобрести в железнодорожном районе на пересечении улиц Киевской и Тухачевского со вторника по воскресенье. И на ярмарке выходного дня в поселке Мехзавод Красноглинского района УДК «Октябрь» администрация Самары приглашает жителей за покупками. В телеграм-канале Октябрьского района рассказывает, как вступить в самарский батальон. Вступившим при заключении контракта выплачивается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Кандидаты должны быть моложе 60 лет, обязаны прежде пройти службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и быть годными к службе по состоянию здоровья. Вступившим в самарский батальон гарантированы компенсация расходов на жилье, льготы по пенсионному обеспечению, денежные выплаты, страхование жизни. По вопросам заключения контрактов нужно обращаться в пункт отбора по адресу улица Ленинская, 147. На год раньше срока планируется открыть рабочие движения на развязке на пересечении улиц Новосадовой и Советской армии, информирует телеграм-канале городского Дептранса. На сегодняшний день путепровод в высокой стадии готовности планируется запустить рабочее движение и ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сейчас идут конкурсные процедуры по реконструкции автомагистрали «Центральная» и строительству участка проспекта Карла Маркса. К основным работам от Ракитовского шоссе до обводной дороги города Самары приступят с началом дорожного сезона. С 1 октября в Самарском дворце ветеранов открывается новое творческое направление. Студия по декоративно-прикладному творчеству и монументальному искусству «Волшебная мозаика», говорится в телеграм-канале Советского района. Руководитель студии Алена Медведева, художник-монументалист, член ремесленной палаты Самарской области. На занятиях можно будет раскрыть свои творческие таланты, изготовить образцы или готовые изделия для украшения дома и своими руками сделать подарки близким к Новому году. Организационное собрание состоится 26 сентября в 11.00 по адресу улица Аэродромная, 58А. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА